Для меня Новый год это настоящий семейный праздник. Уже на протяжении 8-9 последних лет мы стараемся проводить его только с родителями моими и родителями супруги. Иногда это получается, иногда родители супруги приезжают на следующий день. Нет ничего важнее для меня, чем Новый год, именно в плане того, что проводить его с семьей, с своими близкими, это самое ценное время, мне кажется, для любого человека, который начинает, наверное, взрослеть со временем. Потому что раньше, да, ты где-то отмечал с друзьями в кафе, но со временем ты уже понимаешь ценности, все это взвешиваешь, и семья становится для тебя номером один. Новый год будет всегда позитивным, потому что 2020 будет тяжелый год, тяжелый год для всех, поэтому я думаю, что Новый год будет воскресенье. Все просто хочет улучшить нового года. 2020 будет тяжелый год для всех, как я сказал, и Christmas. Christmas is the best holiday для меня, Christmas is the most fun, especially now having a family, having my son. It's a different kind of perspective, I guess, so I'm looking forward to it. It's his first real Christmas, where he's going to kind of remember, so I'm looking forward to it. Ну, папа, прямо сейчас папа уже постряпал пельмени, и они в морозилочке, когда они сейчас приедут к нам из Нижнего Новгорода на новогодние праздники, то они с собой привезут, и обычно мы 2-го числа, у меня у мамы день рождения, 2-го числа она 2-го, 2-го числа мы уже варим пельмешки, потому что все, что готовится к новогодней ночи, это все быстренько съедается 31-го и 1-го числа. Все как у всех россиян, я думаю, оливье, селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, но горячее зависит от того, какой год, какие предпочтения должны быть на столе. Я не перебиваюсь, у нас есть сосед с восьмого этажа, который каждый год уже на протяжении последних трех лет заходит к нам в гости, и дети рассказывают им, что он говорит, 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 что он говорит. Ему стихи и за это получает подарки. Я думаю, будет немного подозрительнее, когда двухметровый Дед Мороз заходит к тебе в квартиру, дети сразу могут заподозрить, что это папа. Поэтому я использую соседа в качестве Деда Мороза. Здравствуйте, Сеска-фанцы! Я желаю вам счастье, счастье Нового года и счастья, счастья и позитива. Армейцы, молодцы! Это во-первых. А во-вторых, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Хочу пожелать всем вашим родным крепкого здоровья, чтобы все болезни обходили вас стороной, семейного счастья, уюта, чтобы дети вас радовали своими успехами. И, конечно, чтобы мы радовали вас нашими победами. И ЦСКА всегда будет первым.